доброе утро дорогая я дарю тебе звезду неплохо да ну что ж мужчины сегодня и завтра все в ваших руках небольшую звезду вы вполне можете приобрести нам в подарок и даже назвать ее в нашу честь недавно я прочла любопытную книгу некого виса виталиса женщина где у нее кнопка книга задумывалась автором как мужской ответ чемберлену на пособие по стервологии и иже с ними на этот раз мужчина объясняет своим коллегам по гендерному цеху что такое женщина и какова ее психология в преддверии 8 марта весьма актуально наши корреспонденты тоже провели небольшое исследование и узнали чего хотят женщины расскажем через пару минут а пока вот о чем еще больше сексуальных торсов кинотеатры подготовили свой подарок к 8 марта мама бабушка няня или детский сад выбираем пролетая над сценой звезды мирового балета в перми арфы нет возьмите бубен самые редкие музыкальные инструменты в нашем городе каждый год накануне 8 марта мужская часть населения начинает лихорадочно придумывать что же подарить нам женщинам задача это отнюдь не так проста как кажется на первый взгляд ведь надо угодить не только любимой но и о коллегах забывать не стоит спокойствие мы расскажем чего хотят женщины люди говорят партнер рубрики люди говорят сеть магазинов мир домашней техники золотое колечко цветам девушки всегда любят маленькие драгоценные штучки поэтому тут обрадовалась бы точно путешествие вдвоем куда-нибудь наверное сейчас уже не получится на лыжах на сноуборде покататься вместе любому внимание цветы пожеланиях миллион алых роз и машина мерседес украшение золотое ну цветы естественно но не всегда приятно а там он обычно сам придумывает подарки и и это приятный сюрприз бывает может быть это какая-нибудь поездка в теплую страну на два-три дня я хочу свой дом на берегу реки со своей поляночкой со своими цветочками вот такая у меня меркантильная мечта ну вы сами все видели и слышали до сих пор лучшими друзьями девушек считают субриллианты было бы здоровье а остальное приложится так говорят многие здоровье на 8 марта это был бы конечно прекрасный подарок но как мы знаем чудес не бывает и если что-то идет не так нам приходится обращаться к врачам и всегда мы стараемся выбирать лучших тех кому доверяем а вот кому доверяет экспертное сообщество мы узнаем совсем скоро конкурс врач года предложенный губернатором виктором басаргиным уже успел обрести популярность в прошлом году в нем приняло участие около 500 медицинских работников в этом организаторы рассчитывают как минимум на такой же результат всего 13 номинаций по итогам конкурса будут названы лучшие по различным врачебным специальностям педиатр терапевт хирург стоматолог акушер-гинеколог и ряда других это позволяет привлечь в здравоохранение новые кадры и этот конкурс путем того что отбираются лучшие представители медицинской профессии позволяет создать благоприятный имидж медицинского сообщества среди жителей многие из которых являются пациентами системы здравоохранения конкурс проводится в три этапа первый проходит непосредственно в лечебных учреждениях коллектив голосует и выбирает своего представителя второй этап предполагает заседание территориальных комиссий это семь ассоциаций и город пермь каждая выберет своего победителя и третий этап это уже финал центральная комиссия утвержденная постановлением правительства края определит лучшего в каждой номинации кроме того будет внесено три номинации дополнительных по результатам этих номинаций будут выбраны врачи наиболее достойные может быть из тех которые и не участвовали в рамках конкурса но будут признаны профессиональным сообществом на самом деле это конкурс когда все профессиональное сообщество говорит что ты лучший я думаю что это в общем то дорогого стоит церемония награждения победителей конкурса врачи года состоится 6 июня накануне дня медицинского работника помните вкуснейшие бабушкины плюшки о сказке которые она рассказывала на ночь вязаные носки и чай с малиновым вареньем универсальное средство излечивающие любую простуду в насыщенной жизни современных бабушек не всегда находится время для внуков поэтому детский сад остается незаменимым помощником для большинства родителей еще 80 мест для дошкалят микрорайона пролетарский мама пятилетнего кирилла алисия старикова рассказывает полтора года приходилось возить ребенка в другой микрорайон мы ждали полтора года возили в закамск и вот нам буквально только недавно к пяти годам дали садик здесь рядышком ну наконец-то отстроили его за один год на докучаева 28 а появился современный детский сад множество игрушек спортивная комната музыкальный зал изо студия но и это еще не все уже с детства созданы условия для современного обучения здесь есть компьютерный зал вокруг 6 мест для дошкалят и рабочее место для воспитателя на улице современная детская площадка весной здесь планирует высадить две тысячи кустарников и деревьев в целом за прошлый год в пермском крае было создано 8 тысяч дополнительных мест для дошкалят было построено либо восстановлено 44 пустующих здания есть места для строительства детских садов есть некоторые вопросы которые необходимо снять о готовности и у губернатора нашего края виктора федоровича да и у правительства пермского края у города собственно говоря готовность строить дальше она на сегодня есть губернатор края виктор басаргин неоднократно заявлял что строительство детских садов приоритетная задача для региона в этом году в планах открыть еще более 12 тысяч мест для дошкалят в первую очередь для детей старше трех лет одновременно решаются вопросы с ясельными группами от полутора лет последние объекты открывали там везде есть ясельная группа то есть стараемся эту задачу решить потому что есть обращение мам которые пишут что да эту задачу мы видим уже ощутили что она решается что дети с трех лет уже практически во многих районах такая задача решена но надо что с полутора лет дети тоже ходили в детский сад по словам губернатора после удачных переговоров из федерального бюджета в этом году на строительство детских садов регион получил 300 миллионов рублей здесь же на пролетарке по проекту предусмотрено строительство еще двух садиков на косточево 18 и машинистов 63 рустам багизов максим фофанов телекомпания ветта одежда делает человека так считают модельеры в этом утверждении есть доля правды как и в том что одежда влияет на здоровье особенно детское в погоне за красотой и оригинальностью в своем стремлении чтобы ребенок отличался от своих сверстников хотя бы одеждой многие родители забывают что главные качества которыми должны обладать и детская обувь и одежда это практичность качество и удобства как сделать правильный выбор расскажем в рубрике здоровые дети партнер проекта лаборатория медлаб экспресс медлаб экспресс правильная лаборатория правильный диагноз наши дети растут не по дням а по часам и конечно каждой маме хочется чтобы ее ребенок получил только самое лучшее а как известно за качество нужно платить и поэтому вдвойне обидно когда проносив хорошую вещь всего один сезон ребенок вырастает из нее к счастью теперь у пермских мам появился прекрасный выход из такой ситуации без подрыва семейного бюджета суть проекта стала мало проста и этим привлекательно во первых это европейского уровня комиссионный магазин где мы мама можем приобрести хорошие вещи качественные европейских брендов по очень доступной цене у каждой из нас дети подрастают вещей остается много вещей остается практически не изношенные и всегда есть проблема куда их отдать кому отдать здорово что мы их можем принести сюда они еще кому то послужат на реализацию здесь принимаются вещи в хорошем состоянии кроме одежды можно найти коляски кроватки и прочие предметы малышового обихода как новые так и поддержаны причем некоторые достаточно дорогие бренды выставлены по вполне доступной цене но на этом проект не ограничивается это можно назвать клубом для мам в котором они найдут и общение и интересные занятия в общем все то чего нам так не хватают декретные годы когда зачастую мир сокращается до маршрута кормления сон прогулка с ребенком уникальность площадки стало мало заключается в том что здесь можно не только приобрести вещи творческие товары товары для творчества здесь игровая площадка площадка для мастер-класса здесь можно реализоваться мамам который находится в отпуске по уходу за ребенком реализовать себя творчески мастер-классы достаточно разнообразны мое внимание привлекло мыловарение и особенно мастер-класс финансовая грамотность согласитесь неожиданно несмотря на то что магазин существует сравнительно недавно у него уже есть постоянные посетители и самое удобное пожалуй что продавая вещи из которых ребенок вырос ты тут же можешь найти подходящую по размеру замену ничуть не уступающую по качеству у меня двое детей то есть покупать и что дети растут что из чего-то вырастаешь дома это все купить создаешь магазин получаешь за эти денежки есть у проекта и социальная функция во-первых сдавая в магазин что-либо на реализацию клиент может заранее обозначить что некую часть стоимости или всю сумму он готов перечислить на благотворительность во-вторых здесь есть отдельное местечко вещи даром для посетителей не имеющие возможности приобрести вещь могут выбрать себе что-то подходящее думаю со стартом этого проекта у многих пермских мам появится желание перебрать шкафы и антресоли и прийти в стола мало по крайней мере я себе это запланировала на ближайшее время человеческая фантазия безгранична а когда дело доходит до изобретательства или конструирования тем более знаете ли вы сколько всего существует различных музыкальных инструментов перелистывая различные энциклопедии можно найти около трехсот наименований но это далеко не все ведь любой инструмент имеет десятки модификаций и сотни способов изготовления рассказывает юлия рогожникова это была любовь с первого взгляда ответное чувство между ученицей музыкальной школы и тогда еще загадочной но прекрасной арфой сегодня мария зоркина в перми на вес золота в нашем городе всего две профессиональные арфистки и мария одна из них она меняла города гонконг санкт-петербург перим но в музыке всегда оставалась верна этим звуком я изначально училась на фортепиано вот и так получилось на нашей музыкальной школе был класс фортепиано недалеко от класса арфы и когда я увидела эту красоту там была золотая арфа со всеми инкрустациями с ангелочками божественной просто красоты я когда увидел этот инструмент я поняла что я должна на нем играть я делала все чтобы меня попросили уйти из класса фортепиано красавицу арфу часто прячут в оркестровой яме чего не скажешь про орган в пермской протестантской церкви он на самом видном месте и пускай он не такой крупногабаритный как филармония елена коршунова относится к нему с большим пиететом елена юрьевна мне кажется чтобы хорошо играть на органе надо быть не только музыкантом но еще и математиком здесь несколько клавиатуры несколько педали это надо сначала подумать прежде чем сыграть безусловно конечно это один из самых сложных инструментов не умоляю несколько другие потому что любой другой инструмент в руках мастера он изумителен да но орган требует особого состояния души игорь федотов начинал как балалаечник сегодня он универсальный струнник и вот уже 22 года солист группы баба ту каких только редкости нет в его музыкальной студии лэп стил гитара банджо укулеле мандола казахская дамбра и что удивительно ни одной гитары мы спросили а как же похода семиструнной и серенады под окнами девушек никто так не расскажет что-то так скажем как балалайка да ничто так не покажет это как тембру укулеле банджо со своим резким таком трескучим тембром тоже свои преимущества имеет вот поэтому меня привлекает такая палитра все эти инструменты не редкость для америки казахстана испании германии но это редкость для перми что уж говорить об этих людях которые не только в музыке но и в жизни не захотели быть похожими на других ведь инструмент он как дизайнерская вещь подчеркивает исключительность юлия рогожникова антон кошелев иван ворончихин телекомпания ветта среди многообразия рекламных предложений книжного рынка сложно сделать правильный выбор и приобрести книгу которая не отобьет желание читать а принесет удовольствие и пользу мы это прекрасно понимаем и каждую пятницу представляем издание достойные в вашей книжной полке партнеры рубрики сеть стоматологических клиник диамет и патронажная служба милосердия здравствуйте кремле только одна хозяйка евдокия московская я понимаю что эта фраза как обухом по голове и телезрители раз уж я привожу такие словесные пары готовы были бы услышать все что угодно кроме евдокии скажем людмилу или наталью наину иосифовну а там и викторию петровну не говоря уже о двух надеждах аллилуевой и крупской да благодаря поиствованию ларисы васильевой о кремлевских жёнах мы помним и сочувствуем носительницам имен из этого ряда но пожалуй только те кто уже успел прочесть ее новую книгу могли убедиться почему лариса васильева называет главной хозяйкой кремля евдокию московскую и так до октябрьского переворота имя евдокии московской почиталась ревностно в 1907 году по всей российской империи отмечалось 500 летие со дня кончины этой удивительной женщины дальше молчание но ларисе васильевой удалось восстановить документально художественный образ евдокии под обложкой этого труда в ней сочетались красота и ум сила духа и свет души помноженные на дар ясновидения еще до встречи с юным князем димитрием донским знала она что он станет ее суженным это она по сути выбрала куликово поле вместилищем победной битвы над полчищами мамая а таинственная связь евдокии с иконой пресвятой богородицы владимирской именно евдокия уговорила князя димитрия перевести эту икону московский кремль и с той поры богородица владимирская стала покровительницей столицы руси отводила от нее алчущих иноземцев лариса васильева пишет княгиня евдокия первая истинная хозяйка кремля забытая заброшенная двадцатым веком на задворки атеистической истории неудивительно что мы ничего о евдокии не знаем однако и постройки кремля и его храмовое убранство воплощение ее забот сейчас немало говорят что хорошо бы установить памятник бездетным но благочестивым петру и февронии а в перми его установили но не мешало бы нам русским людям помнить не только иноземных святых но и собственных между прочим у евдокии димитрия родилось 12 детей лариса васильева завершает свой труд пожеланием чтобы в москве на соборной площади поставили памятник создателям первого каменного кремля димитрию донскому и евдокии московской памятник семье любви и верности которым в истории не было равных нет и теперь обходясь общими словами талантливый и сообразительный литературный критик иван гарфункель писал всегда одну и ту же рецензию только название книги заменял этого никто не замечал потому что в двадцать первом веке читатели уже почти ничего не читали кроме газет и детективов а писатели читали только о себе вот почему в следующей передаче я познакомлю вас книгой очень коротких рассказов евгения степанова цитату из которой я только что привел до встречи часто выбор зависит от настроения но если дело касается прессы здесь я консервативно читаю только те издания которым доверяю пресс-парад а выбор за вами партнер проекта группа компаний строительный центр перми растет число обращений граждан украины федеральную миграционную службу россии читаем в электронной версии еженедельника новый компаньон совет федерации выражает озабоченность ростом количества обращений граждан украины федеральную миграционную службу россии количество обращений за статусом беженца выросло на 80 процентов причем обращаются даже те лица статус которых урегулирован общее же количество обращений растет на 20 процентов ежедневно если говорить о динамике то по официальным данным 4 марта поступило три тысячи обращений а 5 марта уже пять с половиной большая часть обращений касается приобретения российского гражданства в упрощенном порядке глава поселения в кунгурском районе задержан после получения взятки сообщает коммерсант следователи задержали с поличным главу одного из сельских поселений кунгурского района после получения взятки в сумме 200 тысяч рублей эти деньги он требовал от представителей организации осуществляющие строительство коттеджного поселка за согласование документов по данным корреспондента издания максима стругова речь идет о главе троэльжанского сельского поселения владимире пономареве оседла в пегаса известный юрист и политик предстает на страницах звезды в совершенно новом качестве поэта бывший депутат от прикамья в государственной думе издал сборник стихотворений часть которых публикует краевая газета любопытно что тема власти получает особое звучание ведь ее коридоры ему хорошо известны сплав лирики и публицистики несомненно привлечет внимание широкой аудитории читайте смелые и оригинальные стихи в свежем номере звезды как же на самом деле здорово что есть реклама минимум пять минут рекламы позволяют проделать грандиозное количество самых нужных домашних дел во первых отогнать ребенка от компьютера во вторых сварить себе любимой ароматный кофе в третьих но вы сами все знаете как и то что сразу после рекламы у нас в утреннем вестнике рубрика правила денег и вот о чем надя емельянова расскажет сегодня спонсор рубрики правила денег магазин ювелирных изделий богато будьте здоровы живите богато доброе утро вы приобрели автомобиль в кредит но не рассчитали свои возможности что делать если вы больше не в состоянии платить первый способ вы уведомляете об этом банк и он самостоятельно начинает заниматься продажей залогового автомобиля но имейте ввиду что в этом случае вы скорее всего потерять и в деньгах банк не заинтересован в том чтобы продать ваш автомобиль как можно дороже ведь вы все равно вернете ему все что должны второй способ попробуйте договориться с банком что вы найдете покупателя сами единый механизм продажи заложенного автотранспорта пока не разработан и в каждом случае решение принимается индивидуально сделка куплю продажи осуществляется непосредственно в банке покупатель перечисляет оговоренную сумму на ваш счет если она достаточно для полной выплаты кредита подписывается заявление о его досрочном погашении если средств вырученных от продажи автомобиля не хватает банк принимает решение как будет осуществляться дальнейшее кредитование сроки возврата паспорта транспортного средства определяет банк в достойных кредитных учреждениях это происходит на следующий рабочий день после списания денежных средств это были правила денег мы постоянно куда-то бежим хлопочем торопимся справляясь с миллионом мелочей требующих нашего участия то распродажа заканчивается то позвонила подруга то молоко убежала но сегодня то можно расслабиться впереди праздничные и выходные и можно посвятить время себе любимой сегодня на фото выставку под таким названием нас приглашает киноцентр премьер автора этих работ молодые люди до 30 лет сегодня это визуальный диалог художника со зрителем темы которого извечным это женская красота одиночество детство попытка вырваться из себя или наоборот найти себя в этом мире с экспозиции можно ознакомиться до конца этой недели оценить антиквариат в современном интерьере нам предлагают с центральным выставочным зале выставка посвященная вещам ушедших эпох откроется 6 марта сегодня когда материальный мир заполонили предметы из искусственных материалов мебель из прошлого кажется едва ли не произведением искусства красное дерево грецкий орех древесина тропических деревьев создают ту выразительную текстуру и цвет которыми мы готовы восхищаться снова и снова на выставке любознательному зрителю представят мебельные гарнитуры различных европейских стилей так что после ее посещения вполне возможно мы наконец с легкостью будем отличать например ампир от арт-деко конец первой весенней недели украсит праздник 8 марта и тем кто ломает голову что же подарить своей прекрасной половине советуем совершить совместный поход на выступление звезд мирового балета в перми 15 марта 7 театров из россии литвы италии японии и кубы покажут лучшее на что способны среди них акродула балет из москвы работающий на стыке балета и акробатики но самое феерическое выступление нам обещают от кубинки арианы лафиты гонзалвис уникальность прыжка арианна заключается в том что у нее поистине природный огромный прыжок и сочетании с ее невероятно растяжкой это просто замечательно смотрится на сцене она пролетает буквально за один прыжок всю сцену приглашение на танец тоже неплохой подарок для женщины на 8 марта особенно если станцевать вальс вас приглашает любимый мужчина или просто таинственный незнакомец на которого вы тоже положили глаз и неважно сколько вам обоим лет вряд ли кто-то на пенсии чувствует себя на все 100 только если это баллы за красоту и уверенность их сердцу как и ногам не хочется покоем то они кружатся в вальсе то танцует темпераментная танго если кавалеров не хватает дамы приглашают друг друга тамара федоровская валентина подмарева знают около 40 танцев не всем современным королям танцпола такое под силу музыка заиграла это все уже можно и не объявлять какой танец а танцы это то что нас бодрит продлят нам жизнь мы не имеем возможности никуда выехать ни в какие рестораны ни в какие санатории курорты танцы для нас это отдых это заряд возрасте на этом паркете ветераны чувствуют себя молодыми и счастливыми так что с форматом вечера организаторы угадали депутаты городской думы наталья мельник и татьяна ежова накануне 8 марта устроили праздник для жителей свердловского района наталья николаевна делает очень много для своего округа и в том числе для наших ветеранов это организация детских площадок это организация разных праздников нужны просто не только ветеранам это всему населению это и старый млад приходит на такие праздники но вот оркестр фойе умолкает и открывается занавес в концертном зале здесь самые активные жители района они создают тссж следят за благоустройством дворов по словам натальи мельник эти люди ей настоящие помощники меня очень радует что самоуправление которое сейчас вот уже чувствуется и в ряде дворов домов которые находятся на территории округа они уже на сегодняшний день сами себе помогают жить а я как могу тоже помогаем в этом плане так хочется чтобы у нас в душе всегда было весело светло чтобы мы смотрели на мир с оптимизмом концерт лишь приятное мгновение после праздников вновь заработает общественная приемная и ветераны будут приходить с будничными вопросами по жкх и капремонту для них эта тема на злобу дня и конечно начнут созидать сажать цветы помогать в установке детских городков вспомните своих бабушек и дедушек им никогда без дела не сидится анастасия петухова юлия рогожникова иван ворончихин телекомпания вет там праздник потому и праздник что приходит и уходит вспыхивает разливается огнями и угасает и начал никакой не праздник а более-менее приятная обыденность что праздновали накануне в микрорайоне владимирский знает ритис бараускас нина александровна и леонид васильевич знакомы с самого детства а вместе уже более 40 лет они пришли на концерт посвященный 23 февраля и международному женскому дню на этот раз площадка для выступления стал актовый зал 94 средней школы помещение не маленькое но туда с трудом поместились все желающие люди говорят что такие встречи необходимы это как витамины или и даже порой эликсир молодости тонус повышает народ рад у них счастье все пришли вместе встретились посмотрели сегодняшний концерт который мы организовали вместе с нашими коллегами я думаю что это будет такой прекрасный общий подарок который поднимет настроение и мужской части населения и конечно же поднимет настроение всем женщинам всем мамам бабушкам чтобы они были всегда любимы счастливы и я думаю что мы для этого все сделаем такие концерты для жителей микрорайона владимирский стали уже доброй традиции программа выступлений постоянно расширяется приглашаются новые артисты а о том что все не зря говорит хотя бы то что благодарных зрителей становится все больше ритис бараускас владислав рашидов телекомпания вета под лучами мартовского солнца доживают последние деньки удивительные снежные пейзажи через неделю другую они исчезнут до следующей зимы поэтому любителям зимних путешествий приходится торопиться чтобы прикоснуться к жизни красочного снежного мира не обязательно отправляться в тяжелый многодневный поход вполне достаточно выходные съездить к одному из природных памятников прикамья что собственно и сделал наш путешественник виктор семенов партнер рубрики шкафы купе командор для тех кто принимает правильное решение в семи километрах от красновишерска на противоположном от города берегу вишеры расположена высшая точка полюдова кряжа она имеет высоту пятьсот двадцать один метр этого достаточно чтобы на вершине горы появились своеобразные горные мелколесье живописный облик которых привлекает любителей природы путешествие на вершину полюда отлично укладывается в рамки похода выходного дня для ускорения всегда можно воспользоваться услугами арендованного на местных турбазах снегоходного транспорта на современной гусеничной техники вершина горы покоряется за полчаса середины подъема становится хорошо видно что ночной морозец вновь придал мартовским пейзажам живописный зимний вид надо спешить пока полуденное солнце не растопило на ветвях деревьев причудливые снежные наросты на вершине полюда стоит телевизионный ретранслятор который обслуживают двое сотрудников при необходимости на базе этой мощной телестанции можно немного отдохнуть и отогреться но сейчас всем не до этого с вершины горы открывается удивительный вид на десятки километров вокруг ради этих живописных пейзажей на полю стремятся тысячи людей с разных уголков пермского края туристский поток здесь не прекращается ни зимой ни летом во все сезоны года странников неудержимо притягивает древняя мощь бескрайней тайги ровная площадка на вершине горы невелика внимательно изучить ее и окрестные красоты можно за 20 минут сделав несколько снимков на память большинство гостей легендарного таежного кряжа сразу же отправляются в обратный путь восемь долгих лет ждали поклонники продолжения хита азака снайдера 300 спартанцев и вот наконец он увидел свет не обошлось ни без потерь не без крупных приобретений сиквел получил название расцвет империи а также новых актеров и режиссера стоит ли идти на это кино мнение игоря чарного спонсор рубрики магазин сувениров ренессанс дорогие подарки для дорогих людей здравствуйте есть фильмы настолько визуально совершенны что их смысл и драматургия уходят на второй план оставляя зрителя один на один с потрясающее воображение картинкой ощущение сталь и плоти пота и мускул чистой радости война 300 спартанцев расцвет империи это именно тот случай когда пересказывать содержание картины не имеет смысла предыдущие 300 спартанцев зака снайдера стали если не новой главой в истории кино то совершенно точно новой страницей невероятной графической красоты картины переполненная кровью и сталью буквальном смысле перенесла комикс на экран во имя славы война я ударю по грекам всем своим золотом она продала душу самой смерти она будет драться в полную силу сиквел спартанцев выдержан ровно в той же стилистике манере и стратегии что и первый фильм каждый кадр этой невероятной картины хочется остановить и повесить в рамку как отдельное произведение искусства мы предпочли умереть стоя а не жить на коленях а через неделю поговорим об экранизациях компьютерных игр а сейчас только для вас уникальные кадры нового киноконцерта замечательной группы дефлепа а а а можно этому удивляться или нет но не для всех женщин 8 марта любимый праздник Причины у всех разные. Неприятный прошлый опыт, напоминание об одиночестве, личные убеждения. У нас же равноправие. Но в любом случае для мужчин 8 марта – это отличная возможность проявить свое особое отношение. Лишний раз продемонстрировать свою любовь. Корпоративы, звонки и смс с поздравлениями, подарки, комплименты, тихие семейные вечера – все это будет. Ведь мы этого достойны. Отдыхайте легко.